Меня зовут Анна Бедрицкая, я нутрициолог, диетолог и фитнес-тренер. По образованию я биохимик, то есть по сути являюсь ученым. В диетологии я уже очень-очень много лет, работаю с женщинами на снижение веса. И вот у меня вся работа связана с женщинами и с вот этой вот проблемой питания и снижения веса. На данный момент я получаю высшее психологическое образование у нас в Беларуси. И планирую потом совмещать еще психологическую практику с диетологической практикой. Потому что вопрос питания и психики, оно как единое целое идут на самом деле. Я не могу помочь похудеть тем людям, которые сами к этому не готовы. То есть для того, чтобы снизить вес и для того, чтобы встать на эту тропинку здорового питания, которое по сути является дорогой длиной в жизнь, нужно, конечно, свое собственное внутреннее желание и понимание, что ответственность она обоюдная. И мы вместе с клиентом, с пациентом, вместе идем за руку и несем ответственность на двоих одну. Для того, чтобы снизить вес или правильно питаться, или восстанавливать свое здоровье с помощью пищи, с помощью еды, нужно тщательно подходить к выбору продуктов. И, к сожалению, не все продукты нам для этого подходят. В рацион обязательно нужно включать полезные жиры, морепродукты, субпродукты, качественное мясо, качественные овощи и фрукты. Все это ударит по вашему кошельку. И почему, правда, здоровое питание стоит дорого и нужно тратить время на это, потому что сбалансированное питание – это проразнообразие продуктов. Невозможно на завтрак, на обед и ужин, и за дня в день есть одно и то же. И чувствовать себя хорошо, быть в балансе по всем витаминам, микроэлементам и нутриентам, к сожалению. Без ограничений в еде снизить вес, если мы говорим о снижении веса, невозможно. Для того, чтобы снизить вес, нужно полностью пересматривать свой рацион. Для того, чтобы понять вообще, что вы делаете не так, нужно как минимум начать вести дневник питания. Делать это всю жизнь вам не придется, но это будет такой вот отчетный документ, когда будет черным по белому написано, что я съел на завтрак, что я съел на обед, что я съел на ужин, что я съел на ночь, что я съел в промежутках между приемами пищи. Почему? Потому что такой вот лайфхак для вас, когда вы в домашних условиях, самостоятельно записывая в течение трех дней, что вы едите, можете увидеть на этом отчетном документе, что вы делаете не так. Дело в том, что уже многие знают, что нужно есть, что не нужно есть, что приносит вред, что дает здоровье. Поэтому в домашних условиях вы можете это сделать, писать и смотреть, что вы кушаете. К сожалению, похудеть быстро, без вреда для здоровья у вас не получится. Есть действительно, правда, способы, как снизить вес быстро. Это, как правило, всегда будет про жидкость застойную, да. Это всегда будет снижение веса при помощи воды, да. Это не про снижение веса за счет подкожно-жировой клетчатки. Но эти истории, они всегда, как правило, на моей практике заканчиваются плохо. Поэтому если вы хотите снизить вес, оптимально это дать себе, ну, вот такой вот референс в виде месяца. То есть вот за месяц можно снизить вес, и это будет уже про здоровье. Единственное, я вас прошу, это должно быть таким искусством маленьких шагов. То есть должна быть постепенная история, не вваливайтесь в снижение веса, не становитесь на путь здорового образа жизни. Мгновенно, с понедельника это не работает. Диета – это всегда ограничение. Диета – это всегда срыв. Дело в том, что мозг устроен таким образом, он всегда стремится войти в зону своего комфорта. И если есть какой-то негатив или ограничение, организм и наша психика, мы всегда стремимся вернуться в зону своего комфорта. Поэтому диеты чаще всего заканчиваются срывом. А если они заканчиваются снижением веса на искомое количество килограмм, то, как правило, на моей практике, если это не про здоровое питание, вес возвращается еще и с добавкой, и с лихвой. Дело в том, что есть такая очень показательная история про голландских заключенных. Голландские заключенные имеют потрясающие условия жизни. Они имеют возможность смотреть телевизор. У них хорошее отношение обслуживающего персонала. Они живут в хороших условиях. Но при этом любимым их занятием является просмотры фильмов о побеге. Поэтому всегда любая диета заканчивается побегом или срывом, и дальше это бег по кругу. Поэтому если вы хотите прибегнуть к какой-то диете, например, монодиета, это может рассматриваться как отдельно взятый в течение суток разгрузочный день. То есть если вам, например, лично подходит кефирная диета, это может быть как отдельно взятый разгрузочный день. Например, вы выбираете в неделе, например, четверг или вторник, или какой под вас образ жизни подходящий день. И может вот в этот день вы создаете себе рацион, какой-то монопродукт полезный с биологической точки зрения. В течение суток вы можете выпивать достаточное количество жидкости, и рацион не должен быть меньше, чем 1200 килокалорий. Но это сейчас несложно посчитать. Есть такой термин, который называется четмил. Это вот история, когда человек сидит на диете, грубо говоря, то есть питается в каких-то ограничениях, жестких запретах, которые для него дискомфортны, некомфортны. И вот у него есть, например, в воскресенье, когда он устраивает четмил. Четмил – это когда можно все. Когда можно все – и пиццы, и бургеры, и то, что он мечтал, о чем в течение недели. Дело в том, что вот эти четмилы – это огромный стресс для нервной системы, для психики. Это не про здоровье, это про нарушения и расстройства пищевого поведения. Это прямая дорожка к расстройству пищевого поведения. И дальше вам уже не поможет диетолог, дальше уже нужен психолог, может быть, психотерапевт, эндокринолог и другие, подключаются сразу врачи к этой истории. Поэтому все ограничения, они заканчиваются плохо. И вот эта схватка с природой, схватка с телом, которое победить невозможно, потому что тело, наш организм, он работает по уникальным механизмам. И вмешиваться вот в эту вот всю историю я не рекомендую никому, потому что заканчивается это плохо. Какие продукты категорически нельзя употреблять в пищу? Такой вопрос, да. Ну, первое, что приходит на ум, это вот то, о чем мало все знают. Вот эта история про шашлыки. Дело в том, что вот это мясо на открытом огне, при вот этой температурной обработке в мясе образуются канцерогены, яды, в частности, бензопирен. Поэтому эта история, она про… Это дорога к раку, в общем, к раковым заболеваниям. Поэтому это первое, на что хочется обратить внимание. Второе, всем известно, это газировка и чипсы. Это мусорная еда. С биологической точки зрения это абсолютно пустая еда, бесполезная еда и вредная еда, которая тоже является ядом. Ну, и еще хочется сказать такой интересный вот факт, мало о нем кто знает. Сочетание, например, вот тех же самых батончиков, известной фирмы Марс, Никкерс и так далее. Почему они так привлекательны с вкусовой точки зрения? Потому что они содержат в своем составе сахар добавленный, да, содержат в своем составе большое количество жира, да, простые углеводы, жир и соль. Вот. Сахар, соль и жир – это сочетание в природе, оно не встречается. Поэтому, когда наш организм пробует эту еду, он, по сути, начинает сходить с ума, и он вот подсаживается на вот эту вот иглу и хочет вернуть вот это вот снова. Поэтому эти вот батончики – это тоже очень опасная история на самом деле. Поэтому вот сегодня хочется сказать, наверное, вот про эти продукты. Ну, а все колбасы, сосиски копченые, жареные, жирные, сладкие, булки, да, это все, в принципе, если это в каком-то минимальном количестве идет, да, то эта история имеет место быть, особенно если вы без этого жить не можете. В 2006 году Всемирная организация здравоохранения внесла сахар в список психотропных веществ. То есть, по сути, когда человек употребляет сахар, в мозгу, в коре головного мозга, да, включаются те же самые зоны, которые включаются при употреблении наркотиков. Действительно, правда, можно сказать, что сахар – это наркотик. И если вас тянет на сладенькое, и вам кажется, что это что-то странное, вам не кажется. Что же делать с сахаром, да? В моей практике известно, и, ну, вот как на моей практике уже стало понятно, что вот эта вот зависимость от сладкого, она в основном встречается у женщин, и она очень связана с психоэмоциональным состоянием женщины. И, как правило, это девушки, которые имеют такой темперамент чувствительный, они такие женские женщины, да. И если такой женщине ограничить сладкое из рациона, это, правда, очень опасная история, потому что здесь жесткая сцепка идет на психику. Поэтому, что же делать в этом случае? Ни в коем случае не исключает сахар полностью из рациона. Сахар, добавленный, там, в небольшом количестве, он допустим. Ну, правда, в первую половину дня, после завтрака, до четырех дня, и не на голодный желудок. Второе, что вы должны знать с сахаром, есть сахарозаменитель. Например, есть полезный сахарозаменитель, который называется стевия. Это сахарозаменитель, его можно нагревать. При температурной обработке это не вредно. Поэтому, вот, обратите внимание на продукты, которые содержат стевию, не другие какие-то заменители сахара. Именно вот этот безопасный, эта трава, кстати. Вот. И это могут быть сухофрукты, это могут быть сродельные сладости, а не сродельные, да, то, что вы, там, те же самые рафаэлки, которые вы сделаете, там, с кокосом, там, перемолотые сухофрукты, скатанные вот в такие вот интересные конфетки. И эти все сладости, они допустимы. И они, правда, немножко восполняют вот этот вот... Единственное, что нужно вот в эту историю сахарную отходить от нее постепенно. Это важно. Нельзя ни в коем случае это бросать в один день. Как похудеть, если не хватает силы воли? Первое, что нужно сделать, это взять ответственность за свою жизнь. И второе, если вы понимаете, что вообще никак не сотрясайте воздух, пожалуйста, и не тратьте на это силы, принимайте себя как есть. И если все вот так вот пока, значит, пока вот так вот. Не тратьте силы, свои ресурсы на вот эти вот разговоры, я не могу похудеть, да. Или идите к психологу и берите ответственность за свою жизнь. Вот я бы так ответила на этот вопрос. К сожалению, помочь человеку, который не хочет себе помочь, невозможно. Это правда. Что лучше БАДы или здоровое питание? Это шикарный вопрос. Он очень актуальный, потому что на вот этой вот индустрии БАДы это огромные деньги. Это огромная индустрия. И женщины, правда, скупают просто банками эти БАДы. Дело в том, что в этом нет сильного смысла, но в то же время на это нужно обратить внимание. Лучше всего получать все витамины, микроэлементы и нутриенты из продуктов питания. Из продуктов питания. Именно из продуктов питания они усваиваются лучше всего. Опять же, оговоримся, что природа устроена уникально. И все продукты питания, они созданы таким образом, чтобы в них находились все нужные микроэлементы, которые вот в этой вот сцепке, в этой взаимосвязи усваиваются лучше всего. В БАДах это сделать очень сложно. Когда вы употребляете БАД, нужно знать очень много тонкостей. Когда его лучше употреблять? Что ему является с энергистом, какой минерал? Что является ему антагонистом? В какой форме лучше его усваивать? Опять же, БАДы очень плохо усваиваются, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Какая проницаемость? То есть форма употребления, дозировки. Это все правда, ну прям это целая наука. Что касается коллагена, который женщина употребляет, например, в банках. В этом опять же нет смысла. Потому что если женщина употребляет коллаген из банки, это по сути та же самая аминокислота, всегда белок, аминокислоты пойдут на строительство самого необходимого. Если у женщины дефицит по белку, вот эти коллагены из банки, он пойдет на восстановление, например, тех же самых мышц. В последнюю очередь у женщины идут эти аминокислоты из коллагена в банке на укрепление кожи, волос, ногтей. Потому что первое, что должно быть, это здоровье репродуктивной системы, сердечно-сосудистой системы, костной системы и так далее. Для того, чтобы синтезировать организму коллаген, это сделать для организма очень просто. Опять же, если ему не мешать, вы употребляете достаточное количество белка в рационе. Я понимаю, что цифры ни о чем не говорят. Вы не будете, я надеюсь, взвешивать это все. Но это 1 грамм на 1 килограмм веса тела приблизительно. 0,8 – 1 грамм белка на 1 килограмм веса тела. Если не заморачиваться в расчетах, это в каждый прием пищи вы добавляете белковый продукт. Например, это белковые продукты. Это яйца, это белое мясо, это рыба, это красное мясо, это творог, это морепродукты и это субпродукты. Вот это самые основные источники белка. Простые чистые продукты. Вот употребляя эти продукты в рацион, ваш коллаген будет прекрасным образом синтезироваться. Но сначала восстановятся и синтезируются самые главные необходимые элементы – это мышцы, это связки, это сухожилия и так далее. И только в конце организм уже будет синтезировать коллаген в коже. Если хотите быть молодой, красивой, это белок, это продукты, содержащие витамин С, и это достаточное количество жидкости, чтобы синтезировалась та же самая гиалуроновая кислота и так далее. Что касается воды. Конечно, питьевой режим – это очень важно. Существует простая формула. Это 30 миллилитров на 1 килограмм веса тела. Но на самом деле все эти цифры для уникальности человеческого организма, они очень-очень абстрактные. Конечно, я бы сказала о том, что все по самочувствию, по чувству жажды. На самом деле чувство жажды, если оно уже возникает, чувство жажды, это значит в вашем организме есть обезвоживание. Поэтому первое, что вы должны сделать, это запомнить, не насиловать себя едой. Вот эти вот носить с собой бутылочки без конца, 3 литра воды в день – это нет. Это не про здоровье, это про уже нарушение, орторексию и так далее. Самое главное нужно запомнить. Встаете утром натощак – это стакан воды. Если стакан воды не лезет, полстакана воды. Если полстакана воды для вас нет, тоже для вас это дискомфортно, хотя бы несколько глотков воды. Вода должна быть комнатной температуры, не холодная, не кипяток, чистая фильтрованная или бутилированная вода, может быть родниковая, может быть талая вода, главное – не кипяченая вода. Вот это первое, что нужно запомнить. Если вы употребляете в течение дня, там, не знаю, соки, компоты, супы, какие-то жидкие продукты, вся эта вода, она тоже учитывается. В организме человека, так устроена физиология, всё расщепляется, в общем-то, в итоге на простые составные. Поэтому с водой отставить панику по воде. Абсолютный миф, что нужно питаться часто. 5-6 раз в день. Это уже показания для определённой категории населения, у которой есть ограничения по питанию и заболеваниям. На самом деле питаться нужно 2-3 раза в день. Существует так называемое интервальное голодание. Эта система действительно, правда, имеет научное обоснование, и она имеет место быть. Единственное, что эта система, она не имеет никакого отношения к голоду, и это не про диету. Есть огромное количество научных исследований, показывающих, что именно интервальное голодание является полезной системой питания. Что же такое интервальное голодание? Интервальное голодание – это 2-3 приёма пищи в течение дня, причём эти приёмы пищи сбалансированы по белкам, жирам, углеводам. Это прям вот радуга на тарелке, прям каши, прям вот белковые продукты, овощи, да, и может быть даже на завтрак кофе, если вы любите, после завтрака, да. Но очень важным интервальным голоданием – это наличие чистых промежутков между приёмами пищи. Что такое чистые промежутки? Это отсутствие кусочничества и закидывание в себя чай, кофе, бутерброд, печенка, чай. Вот. Обязательно нужны вот эти вот чистые промежутки. Самый большой чистый промежуток между приёмами пищи – это ночной промежуток. Он должен быть от 12 часов. То есть 12 часов без еды – это минимум. И сейчас наши телезрители скажут после своих экранов, блин, я же так и питаюсь, да. И оказывается, это интервальное голодание. Почему вот эта система работает? Дело в том, что существует такое понятие, такая способность организма к регенерации нашего, которая называется аутофагия. Этот процесс запускается только в отсутствие еды. Аутофагия – это восстановление собственным организмом себя же. Ну, то есть, только вспоминается хвост у ящерицы, которая отрастает. Вот организм наш, он способен к этому, да, к этим механизмам восстановления. Главное – не закидывайте в него еду. Не тратить, пускай организм не тратит силу на то, чтобы переваривать еду, а тратит силу на то, чтобы восстановить себя. Поэтому ночной жор отставить. Как поесть полезно и быстро, если мы находимся вот в таком вот бешеном режиме, да, и мы понимаем, что питаться нужно? Не закидывайте в себя мусорную еду. Это первое. Второе. Есть в отделах торговых центров и в наших гипермаркетах отделы кулинарии. Туда можно всегда заскочить и купить полезную еду для того, чтобы просто ее разогреть дома. Это первое. Второе. Если вы покупаете продукты и смотрите на этикетку, да, это должно быть минимальный вообще состав. То есть, чем больше состав, тем, скорее всего, больше вероятно, что этот продукт не будет для вас полезным, и его лучше оставить на полке. Мы берем продукты с тем составом, которые для нашего осознания более понятны. Лучшая диета для себя – это полюбить себя и принять себя, и начать питаться из состояния заботы о себе. Дело в том, что еда действительно является лекарством, и еда, она необходима, в первую очередь, она приносит удовольствие. Вот. На моей практике очень хорошо работает интуитивное питание. Интуитивное питание – это когда мы можем прислушаться к себе и сказать, чего я хочу сейчас съесть действительно. Чего я хочу сейчас съесть действительно. И вот этот вопрос, он классно разграничивает психический голод от физиологического, потому что очень часто такое вот «не знаю, что съесть», а вот чего-то хочется, не знаю чего. Вот если вот такие ответы приходят на вопрос, вот кажется, хочется сладенького – это точно наверняка психологический голод. Дело в том, что еда, ну так, история придумана, еда приносит удовольствие. И очень часто мы, это называется, заедаем, на самом деле компенсируем отсутствие потребностей, например, в обнимашках, например, в радости, например, в счастье. Мы заедаем скуку. Еда – это самая быстрая и самая простая дверь к счастью. Когда мы открываем холодильник, и он так вот светится на нас этим светом, и он нас не осуждает, он молчит, да, можно доставать оттуда, и действительно, правда, на какое-то время еда приносит удовольствие. Вот если вы отличаете физиологический голод от психологического, то интуитивное питание вам подходит. То есть питаться по чувству голода, не переедать, и есть ту еду, которая доставляет вам удовольствие и делает вас счастливыми, опять же, исключая пищевой мусор. Как бороться с психологическим голодом? Первое – это что бы я сделала, да? Опять же, это, ну, вот как бы я поступила, я бы пошла, конечно, к специалисту. Эти специалисты называются психологами. История здесь про что? Здесь история про добаюкивание своей этой детской части, про взятие ответственности, опять же, за свою жизнь, и выращивание в себе вот этого внутреннего взрослого, который разграничивает и понимает, это вот можно, это нельзя. И даже вот если это иногда нельзя, то я беру за это ответственность и могу это съесть, но да-да-да-да-да-да-да. Поэтому, ну, я бы вот так вот ответила.